Приедем, девчонки и мальчишки, утро понедельника, у нас, ну, фактически 10 часов, видите, я уже переоделась, у меня уже там по звуку слышно, что стирает стиральная машинка, но видели вы утром меня, я сплю в пижаме, утром я вылезаю, одеваю еще теплый-теплый халат, бегу в душ, кричаю, самую горячую воду, то есть сначала теплую, потом горячее, я стою под этой горячей водой, пока я не прогреюсь, вот знаете, когда прогрелся, и прямо уже чувствую, что тебе стала парка жарко, потом я выхожу, и тогда в состоянии развести камин, когда вот мне прям парка жарко, и просыпаюсь за час до того, как надо Н отправлять в школу, я, конечно же, и делаю свеженькие бутерброды там, ну, кормлю ее завтраком, если у нее есть желание завтракать, а то она обычно, знаете, вот это вот, такое состояние, она не успевает ничего, такая капушенька она у меня любимая, вот, последний ролик вышел про паспортный сервис, где мы летали, забирали паспорт Н, и очень много вопросов, в телеграмм, прямо мне пишут, джунки, а какой адрес, а какой компания летали, а то, 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 хотя я, когда, вот мы, смотрите, первый раз заказывали паспорт, я тоже все снимала, какой паспортный сервис, куда летали, сколько оплачивали, как это все происходило, сейчас вышел ролик о том, как забирали, и вопросы, вот, в принципе, того же самого порядка, смотрите, я зашла просто в гугл, выводите, паспортный сервис Варшава, выдает сразу адрес, давайте прикреплю, потому что не знаю, почему многие этого не сделали, но, в принципе, на самом деле, это все просто, но, когда вы прилетаете в Варшаву, как добраться до этого торгового центра, то есть, адрес ввели, нажимаете просто кнопочку в путь, и вам выдается море вариантов, хотите поездом, хотите пешочком, хотите на машине, вот, как вы будете добираться, любым способом, это я вам сейчас уже рассказала, что еще, сейчас бодренькая такая, но в субботу у меня была температура, питайте себе, то есть, до этого, наверное, я со среды, помните, я была у врача, снимала ролик, что была у врача, и рядом со мной сидели две женщины, которые очень сильно кашляли, я ожидала приема врача целый час, то есть, на час он опоздал с приемом, получилась накладка, я вот сижу еще думаю, господи, тут пришел сдать анализы здоровенькие, а уйдешь, извините меня, потому что вот люди сидят и чихают и кашляют целый час, ты с ними в честном помещении, и вот я приехала домой, чувствую, меня как-то там ломает, знобит, к вечеру буквально уже какое-то такое состояние, думаю, видно, я где-то, может быть, переплавала, что-то еще, ну, устала почему-то, потом в следующий день я чувствую, опять у меня вот это вот такое состояние нестояния, очень устала, потом снимала ролик, помните, о том, что приняли продление вида на жительство нам сделают, вернее, коллективную защиту, не вид на жительство, сейчас не то сказала, прямо сейчас сразу все будут придираться к моим словам, оговорилась, что коллективную защиту нам продлят до 5 лет, я в тот день ходила на работу, я вот пришла с работы, знаете, выжатая как лимон, мне как-то вообще плохо, мне так, у меня прям все ощущения было, что у меня пекут глаза, что у меня крутят руки, ноги, я тогда подумала, что, наверное, я просто устала, был такой день насыщенный, что мне не было даже времени съесть бутерброд, как-то так не получилось даже времени сесть, ну, полноценно поесть, и вот в субботу я уже чувствую, что мне как-то вообще нехорошо, и мысль померить температуру, меряю температуру, и у меня 37,6, к вечеру я меряю температуру, у меня 38, думаю, вот, вот оно, и такая мысль, я не могу болеть, мне во вторник на работу, я не могу болеть, а у меня уже болело горло, я бегом побежала, сразу соль, соду начала полоскать, но чувствовала, прям чувствовала, что болит горло, тоже полоскала, и за счет этого сегодня я оклемалась, ну, вчера у меня весь день, воскресенье, у меня температура была 36,2, 36,3, 36,4, я такую температуру не видела ни разу, причем у меня два градусника, я подумала, наверное, градусник у меня где-то там глючит, вот, один градусник, второй градусник, 36,2, 36,3, думаю, это что вообще-то температура такая, но, и такая температура, оказывается, тоже бывает, сейчас еще чувствую, что, ну, немного горло болит, заложен нос, но, в принципе, я уже бодрячком понимаю, что все хорошо у меня, что еще, наконец-то, наконец-то, в моей жизни появился, вот, недавно у меня, в октябре, на день рождения, мне подарили сушку для белья, вот такая вещь, сейчас у меня сейчас стирается все, потом положу в сушку, то есть белье уже полусухое, а раньше у меня тут, понимаете, на всех стульях я его развешивала, хотя, ну, ставила на джим, но все равно доставала, она такая влажноватая, а если какие-то вещи, я их по всем стульям развешивала, на все двери, где только можно, у меня все это висело и сушилось, теперь у меня все это гораздо лучше, и теперь у меня появился еще, вот, просто решила, что надо, чтобы это в моей жизни было матрас на диван, но, если раньше у меня были какие-то иллюзии по поводу того, что я смогу этот матрас сворачивать, носить в кладовку, я понимаю, что я его сворачиваю, носить в кладовку не смогу, специально не стала, сказать, сегодня застилать диван, покажу вам, какого рода матрас, потому что мы сейчас с вами прям пройдемся, вот, видите, он просто у меня огромный, матрас получается 12 сантиметров, и размер у него метр сорок на два, то есть его даже поднять, он просто нереально огромный, очень хорошо, одна сторона моющая, вторая сторона такая ребристая, я положила сверху ребристую сторону, знаете, вот, эффект массажа пусть будет, но 12 сантиметров, конечно, да, чувствуется, и теперь я понимаю, что я не буду застилать кровать, потому что просто даже его стянуть, я вчера на него натягивала новую простынку, и понимаю, что даже стягивать его, вот это вокруг него облезать, не совсем комфортно, а потом так думаю, так, стоп, ты живешь одна с ребенком, по большому счету, кто к тебе ходит в гости, у тебя что там, толпа людей заходит в гости, это просто, знаешь, наша психологическая, утром встать, попрятать все постельное в этот короб, заправить диванчик, попылесосить, вот это все, у тебя уже как-то красиво визуально все, я понимаю, что какое-то время, вот это расстеленный диван, он меня будет триггерить конкретно, потому что теперь даже поднимать, ну, как бы там, часть вместе с матрасом надо, чтобы засунуть туда постельное, и думаю, так, я не буду застилать туда постельное, я просто красиво все заправлю, сверху покрывается, у меня такое лохматенькое есть, и получается, вот в таком виде у меня все будет, ну, как бы кровать не расстеленная в зале, ну, пока будет так, потом посмотрим, что будет дальше, это вам рассказала, и еще, 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 по поводу, помните, была у врача, мои жировички, что с моими жировичками, то есть мне прислали, что да, 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 мы вас готовы принять на ноябрь, то есть у нас сегодня 18-е, на 19-е ноября, то есть получается на вторник, а я поняла, что вторник у меня рабочий день, я начала недавно работать, и уже, знаете, к врачу там на визит, и думаю, я же другие дни, я-то работаю только вторник и пятницу, пишу им, что я работаю по вторникам и пятницам, у меня к вам большая просьба, если вы можете, принесите, пожалуйста, мне другую дату, другое время, кроме вторника и пятницы, мне сегодня приходит ответ, мы учли ваши пожелания, что вам не подходит время, и назначили вам время в январе, но тоже вторник, я вот читаю, и думаю, в чем проблема, думаю, так, я посмотрю, что я им написала еще, может быть, я не так что-то написала, перевожу, нет, что так и так, что я могу в любой другой день, кроме вторника и пятницы, во вторник и пятницу, я постоянно, работаю, это мои рабочие дни, думаю, ну вот как так можно, потом думаю, может быть, у них эти виды обследования, они делают только по вторникам, то есть, как бы, может быть, я чего-то не знаю, но думаю, до января есть время, как бы, можно будет предупредить заранее, что у меня в январе будет обследование, но в какой-то степени я рада. По моим анализам, которые пришли, я же каждые два месяца-три проверяю свои минералы, витамины, у меня все идеально, но витамин В12 почему-то оказался повышен в полтора раза, пересмотрела, конечно же, свои все витамины, тут у меня витамины есть для волос, но здесь есть биотин, то есть, витамина В12 здесь нет, еще я принимаю вот такой комплекс витаминов, витамин В12 здесь есть, но здесь надо принимать, чтобы была суточная норма, три таблетки, я вам честно скажу, я экономлю, я принимаю по одной таблетке, что просто, как бы, оно в организме есть, витаминки пью, но не три таблетки, как это положено в день, а одну, то есть, эта дозировка тоже явно не может быть для меня превышением витамина В12, откуда превышение витамина В12, непонятно, потому что сдали мы на, я попросила у него все, что можно, и общий нарис, мы сдали на щитовидку, на почки, на печень, там вот эти всякие там печеночные пробы, работа почек, работа щитовидки, содержание там всех витаминов, минералов, кальций, калий, потом этот, как его, мы еще сдавали на, как он уже называется, на холестерин, холестерин у меня опять 5,1, я не знаю, то есть, я похудела уже хорошо, холестерин, вот 5,1 у меня уже, наверное, ну полгода держится, то есть, даже до 5 не опускается, 5,1 вот четко, не знаю, чем это связано, потому что лишнего веса, как такового, у меня уже нет, хотя, конечно, я поднабрала, была недавно с этим 57, сейчас у меня уже фактически 59, это на работе, мои слойки постоянные, вкусные, потому что без конца печем, 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 так, это рассказала еще какая-то была у меня для вас новость, попозже, помню, когда что хотела сюда рассказать, что еще, волосы отросли, сейчас поеду прям в нормал брать красочку, какую краску буду покупать, потому что я же вас знаю, вы же сейчас сразу спросите, Наталья, а какой краской будете обезвечиваться, вот я оставляю сюда пачку, L4+, вот ей я обезвечиваю волосы, потому что корешки уже такие, что уже надо бы, конечно же, накуплю, как, знаете, как-то плюшки, буду ехать с тележкой, потому что мне надо купить туалетную бумагу, мне надо купить там стиральные порошки, мне надо, извиняюсь, мне надо купить шампунь, что там еще, получается, что либо два пакета в руках, либо просто тележка, у нас в Украине с тележками ходят только такие очень-очень пожилые бабушки, здесь с тележками ходит очень много женщин, у которых нет транспорта, потому что надрываться, идти вот так вот две-три сумки нести, пожалеем свою спину, тележка гораздо проще и, наверное, гораздо правильнее. Так, вроде как вам все рассказала, еще в Польше я купила себе сапоги, вот такие вот, они мне понравились, как сидят на ноге, то есть классический каблук здесь, вот здесь они расстегиваются, ну, такие, знаете, вот под платьюшко, может быть, под какой-то костюм куда-то одеть, пройтись, чтобы не стоять долго на остановках, почему купила такие, потому что я привыкла, конечно, покупать тебе какие-то кожаные сапоги, либо замшевые, такие у меня в жизни впервые, но у меня есть ребенок, который растет, слава богу, большими темпами, в этом году она одевает куртку зимнюю и вот настолько у нее рукав уже короткий, то есть я знала, что она вырастет, но мы никогда к этому не бываем готовы, ааа, у тебя же нет зимней куртки, то есть я понимала, что в этом месяце нужно купить будет и зимнюю куртку, хотя она говорит, мама, мне в этой куртке хорошо, но мы-то люди взрослые, они 11-летние, понимаем, что сейчас, когда ударят морозы, в этой куртке ей совершенно не будет хорошо, и, конечно же, зимние кроссовки я ей заказала, но я понимаю, что снег здесь выпадает очень высокий, в том году она, когда ходила в сапогах, то есть тоже думала, что будет ходить в кроссовках, но снег когда начал подойти в кроссовки, наступаете в сугроб, и нога с кроссовком провалилась, у вас полные ноги снега, приходите с мокрыми ногами, а в сапогах, понятно, уже получше, поэтому, конечно, я ей заказала, как она попросила, кроссовки, но себе в уме держу, что надо ей будет купить сапоги какие-то такие повыше, может быть, высокие кроссовки на шнуроке, ну, что-то она будет подобрать тепленькое, потому что снег высокий будет, первый раз я сделаю то, что захотела на кроссовки, кроссовки, но потом надо, чтобы она сама пришла к вымысли, что кроссовки хорошо, но снег сюда попадает, надо что-то потеплее, повыше, поэтому у нас вместо сапог маме в приоритете теплая куртка ребенку и тепловую ребенку. Все, мои дороги, всех обнимаю, всех целую, пока-пока, до новых встреч, искреннего Шантали Чалая.